И вот оно наступило, самое любимое время, властями города Малиногорска. Время выключать горячую воду. Я, как человек путешествующий везде и всюду, скажу, что в это время можно, конечно, поехать и в Турцию, и в Египет, и в Таиланд, и в Индию. Есть такая возможность. А можно приехать сюда, в комплекс русские бани на Малиновой. Потому что здесь всегда великолепное парение, отличные бани, чистая вода. Ну и, естественно, богатырский русский дух. Русский человек, а русским, я считаю, всех граждан Российской империи, отдыхает по-своему. Не голдливо, не с визгом и ором, а плавненько так, слегка протормаживаясь, романтично и ностальгически расслабленно. Исторически, если даже посмотреть, нас всегда сравнивали со вторым по значимости зверем, медведем, спокойным, мощным. А у медведя любимое место это берлога или домик, и обязательно деревянный, естественно, ручей со сетрами, и другой цветной, а лучше красной рыбкой. А еще, он очень любит комфорт и тепло. Чтобы покушать было где, поплавать в теплой водичке, чтобы соловей спел ласково так, не напрягаясь, любимую мелодию, чтобы душа отдохнула и тело. И, надеюсь, это немного по-другому, чем тупая реклама, потому что с умом, как и все сделанное в комплексе «Русские бани» на Малиновой, которые располагаются на выезде из города Магнитогорска в сторону озера Соленое. Ну вот, если вы сможете снять «Русские бани» по-другому, то флаг вам в руки. Извините, паримся мы в парилке. Почему камера не запотела? Потому что пар сухой. Почему пар сухой? Потому что настоящий русский пар. И пот натуральный, и веники свежие. Вот так вот надо жить. В духе русских бани, на Малиновой, париться дровяной парилке, и потом получать удовольствие от последующего массажа. Каждый раз мы приезжаем в Турцию и посещаем там хамал. Нам его там напаривают, наваривают 30, 40, 50 долларов. Ну и что такое? Ну, тряпочкой нас потерли. Что мы здесь делаем-то? Вот сейчас прямо. Здесь, во-первых, мы удаляем, пытаемся хотя бы некоторую часть удалить шлаков, молочной кислоты из мышц. Потом тот же самый пилинг, что и в хамаме. И в березовой веники, это веники-антисептики. Облагораживаем кожу. Ну вот у нас, наверное, это вообще актуально в Магнитогорске, да? Пыль, грязь. Ну тут понятно, что ни один металлургический город не бывает чистым. Отсюда можно выйти чистым. Отсюда уходят все чистыми. Ну вот, смотри, в хамаме, да? Посидели, нас там потерли 50 долларов. Здесь сколько? Ну здесь, в переводе на доллары, здесь будет стоить 20-30, 25-30 долларов. 30 долларов. А только по-нашему, да? По-честному, по-хорошему. Какой кайф, ребята, просто балдею. Вообще, скажу честно, каждый день рождения заканчивается у нас вот здесь вот, в русских банях. Да, день рождения супруги моей. Начинаем в кафе Сантал, заканчиваем в русских банях. И естественно, каждый день рождения я ей дарю еще и профессиональное парение. А теперь она мне вот подарила, потому что мне недавно исполнилось, извините, 37 лет. Так что, спасибо тебе, дорогая Папасян, Волна. После этого массажа не только кожа делается чистой, но и мышцы освобождаются. Приобретают эластичность, движения делаются легкими, хочется летать. Хрукать по удовольствию. Вот был кайф. А сейчас пою. Не, если Челейкин еще и петь станет, то это все. Я лучше послушаю и порасслабляюсь вместе с вами. Под исконно русский и только наш шансон. Песню души, навеянную исключительным парением и массажем. И естественно и обязательно такую процедуру посещения русских бань на Малиновой рекомендую проводить каждую неделю. Дядя Вася Вот так вот лето на Южном Урале наступило абсолютно внезапно и в начале мая. Да, интересная особенность. Ах, хотел бы я сейчас посмотреть и показать вам, как осетр вот здесь плавает. Но такого вы, конечно, не увидите нигде больше. С душой все сделано. Классно, качественно. И, честно говоря, ехать-то никуда не хочется. Не в домик, в деревне. Да даже за рубеж никуда не хочется ехать. Только что для развлечения. Потому что можно здесь и позагорать, поотдохнуть. Да, и послушать музыку живую, и покушать. В общем, такой смысл тратить лишние деньги. Когда жизнь такая скоротечная. Тем более, что тратить лишние деньги в комплексе русские бани на Малиновой вам и не придется. Весьма демократичные цены. И если вы с компанией сюда приехали попариться, помыться, после работы, допустим, после трудного дня на комбинате, то это вам обойдется в небольшую сумму всего 100 рублей на человека. Согласитесь, это не деньги. Что еще здесь можно делать? Здесь можно чувствовать себя человеком с большой буквы. Потому что таких комплексов-то всего два в России. Здесь, в Магнитогорске, и в Екатеринбурге.